Иммуно-онкология 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 Мы видим значимый с левой стороны график водопадов, где мы видим, что объективный ответ у уменьшения размеров опухоли было одинаково независимо от возраста и общего статуса. Большой метаанализ проводился по изучению иммунотерапии у пожилых пациентов, где изучались эффекты иммунотерапии у пациентов старше 65 лет и младше 65 лет. Было выявлено, что назначения PD-1 и PD-L1 ингибиторов имели сопоставимую эффективность в той и в другой когорте. Далее было исследование и изучение безопасности иммунотерапии у пациентов пожилого возраста. Здесь также были разделены пациенты на две группы, граница была 70 лет. В пожилую когорту вошли 70 пациентов, в молодую когорту тоже 70 пациентов. Мы видим, как на таблице с левой стороны, так и на графике с правой стороны, что частота иммуноопосредованных нежелательных явлений любой степени, более выраженной степени, была сопоставима, как в молодой и в пожилой когорте. И применение иммуносупрессивной терапии стероидов также было сопоставимо в обеих группах. Даже выраженность и тип нежелательного явления в обеих группах был одинаков. Из этого следует, что возраст в настоящее время не является препятствием к назначению иммунотерапии. Следующей проблемой является наличие метастазов в головной мозг. Здесь проведено отдельное исследование, где мы видим, что бессимптомным пациентам назначались комбинированные иммунотерапии неволумаба с пелемумабом, иммунотерапия в монорежиме. Также имелась и когорта группа самых неблагоприятных пациентов с наличием симптомных метастазов в головном мозге, лептомингиальными метастазами, которым также назначалась иммунотерапия в монорежиме. И что мы видим? Конечно, ожидаемо выраженный эффект комбинированной иммунотерапии и иммунотерапии в монорежиме у пациентов с малыми очагами, с бессимптомными очагами. Но также мы видим, что и пациенты в самой неблагоприятной группе отвечали на лечение иммунотерапии неволумабом с возможностью дожить до 3 лет каждому пятому пациенту. И видим, что те пациенты, которые живы, конечно, они характеризовались более благоприятными признаками. Это низкая экстракраниальная нагрузка и нормальный уровень ЛДГ. Следующая проблема настоящей жизни – это, конечно, почечная недостаточность, с которой мы встречаемся очень часто в связи с сопутствующей патологией, связанной с основным процессом или с токсичностью предшествующей терапии. И многие пациенты вынуждены находиться на гемодиализе. Однако все наши иммуно-онкологические препараты обладают большой молекулярной массой и не проходят через гемодиализный фильтр. В связи с этим фармакокинетика этих препаратов не меняется. К тому же эти препараты не выводятся почками, путем лизосомной деградации разделяются на пептиды и аминокислоты. Здесь данные 54 пациентов, которые находились на гемодиализе и получали иммунотерапию, 85% – это был классический гемодиализ, 15% – перитениальный гемодиализ. Включались все солидные опухоли, и, конечно, большее число – это почечноклеточный рак. Использовались все виды настоящей иммунотерапии, комбинации. Мы видим, что объективно ответ отмечался почти у половины процентов пациентов. И токсичность третьей и четвертой степени отмечалась в 18% пациентов, что сопоставимо с обычной рутинной практикой у пациентов, не имеющих почечную недостаточность. Из них одна из тяжелых когорт – это пациенты с трансплантацией почки. Здесь данные 60 пациентов. В основном мы видим, что больше процентов – это метастатическая меланома. Но на правом графике мы видим, что у половины пациентов иммунотерапия при трансплантации почки позволяет взять контроль над заболеванием. К тому же было выявлено, что назначение эпилемумаба является причиной меньшей частоты эпизодов отторжения почки. Тогда как назначения ПДА-1 ингибиторов оказались более токсичными в этом плане и частота отторжения почки была чаще. Скорее всего, это связано с механизмом воздействия влияния эпилемумаба непосредственно на сам Т-лимфоцит, а ПДА-1 ингибиторов на микроокружение опухоли. Как же отсрочить это явление? Как преодолеть отторжение почки? В настоящее время изучаются возможности комбинации МТО-рингибиторов с иммунотерапией для решения этой проблемы. Но как отличить нефриты, которые связаны с иммуноопосредованной токсичностью, или нефриты, которые связаны с отторжением почки как таковой? Мы понимаем, что нефриты, связанные с иммуноопосредованной токсичностью, возникают после длительного приема иммунотерапии. Тогда как отторжение почки само по себе как несовместимое с организмом развивается через 22 дня в среднем. В настоящее время проводятся исследования, изучения иммуносупрессивной терапии и комбинированной иммунотерапии пациентов с трансплантацией почки. Следующая проблема – это аутоиммунные заболевания. Мы видим, что по данным FDA изучалось 552 пациента, выявлено обострение аутоиммунного заболевания у 16% пациентов. Также изучалась эта проблема у пациентов с немелкоклеточным раком легкого. Также было выявлено обострение аутоиммунного процесса у 17% пациентов. Это данные о изучении активности и неактивности аутоиммунных заболеваний. Было изучено 123 пациента, было выявлено, что не обнаружено различий в частоте нежелательных явлений у пациентов с активным и неактивным аутоиммунным заболеванием. Однако использование любой терапии аутоиммунного заболевания или иммуносупрессивной терапии аутоиммунного заболевания от начала терапии повлияло благотворно с выявлением меньшей частоты побочных явлений, чем у тех, которые не получали иммуносупрессивную терапию. И, как было выявлено, что и пилимумаб как в монорежиме, так и в комбинации был частой причиной возникновения новых нежелательных явлений, а ингибиторы ПДА1 были причиной реактивации аутоиммунного процесса. Большинство нежелательных явлений были с регрессией, с улучшением, 50% пациентов с токсичностью имели объективный ответ, тогда как при отсутствии нежелательных явлений 37% пациентов имели объективный ответ. Следующая точка является гепатиты, которые в настоящее время также имеют широкое распространение у наших пациентов. Здесь включены 186 пациентов в обзор с гепатитом С и с гепатитом В. Мы видим, что на фоне иммунотерапии вирусная нагрузка у пациентов с гепатитом не менялась и даже были случаи снижения вирусной нагрузки. И транссиминазы при иммунотерапии также были без динамики у этих пациентов. Однако объективный ответ был сопоставим с общими цифрами. И, как мы видим, конечно, ожидаемо при меланоме достигал 32% случаев. И проблема прошлого века и настоящего века – это ВИЧ-инфекция, которая в настоящее время все увеличивается. Однако продолжительность жизни этих пациентов становится все дольше на фоне противовирусной терапии. И поэтому чаще эти пациенты доживают до опухолевых заболеваний. И были изучены когорты этих заболеваний. Здесь представлены самые большие. Пациентам с ВИЧ-инфекцией назначалась иммунотерапия, но эти пациенты обязательно должны получать противовирусную терапию. И назначение иммунотерапии было возможно только при наличии клеток не больше 350 в среде 4 клеток в микролитре. Было выявлено, что токсичность была сопоставима с пациентами, не имеющими ВИЧ-инфекцию. И контроль над заболеванием также у этих пациентов удается достичь в выраженном проценте 60-45% случаев. И из этого следует, что пациенты с ВИЧ-инфекцией могут получать иммунотерапию. Но они обязательно должны контролировать свою сопутствующую патологию, получать противовирусную терапию. В настоящее время даже проводится изучение эпилемумаба для лечения самой ВИЧ-инфекции. Здесь на данном слайде представлены данные реальной клинической практики, где включалось 1300 пациентов, получавших иммунотерапию немелкоклеточным раком легкого. Было выявлено, что такие критерии, как возраст, курение, раса, тип опухоли, линия терапии, не влияли на общую выживаемость. По другим работам, однако, было выявлено, что назначение антибактериальной терапии значимо снижает общую выживаемость и эффективность иммунотерапии. Это подтверждено было на пациентах немелкоклеточным раком легкого, пациентах меланомой и другими соленными опухолями. Это говорит о том, что действительно проблема назначения антибактериальной терапии достаточно актуальная. Мы должны все меньше прибегать, так как частое назначение антибиотиков выражено, существенно снижает эффективность иммунотерапии. У пациентов немелкоклеточным раком легкого очень часто встречается хроническая обструктивная болезнь легких. И было выявлено, что у этих пациентов значимо лучше общая выживаемость и безрассидивная выживаемость по сравнению с пациентами, не имеющими данной сопутствующей патологии. Но, конечно, те пациенты, которые были с выраженным плохим общим статусом и с наличием метастазов в головной мозг, конечно, это увеличивало риск смерти. И, конечно, одной из проблем является позднее назначение иммунотерапии, так как для развития иммунологического ответа необходимо время. Это данные исследований 400 пациентов, которым достаточно поздно назначалась иммунотерапия. И, конечно, данное позднее назначение, оно не обосновано как с клинической, так и с экономической точки зрения. И, конечно, реалии настоящего времени проблема последних двух лет – это коронавирусная инфекция. Это данные Международного регистра данных больных раком и болевших COVID-19, в который включалось 5000 пациентов. Было выявлено, что мужчины часто заболевают, чаще госпитализируются, имеют тяжелую форму заболевания. Более чаще болеют белокожие раса, а также пациенты с гематологическими онкологическими заболеваниями. И уровень летальности, по данным Центра Рака, был подтвержден, что возраст значимо увеличивает уровень летальности. И пациенты, тем более у пациентов, имеющих гематологические онкологические заболевания, особенно лейкемия. Здесь говорится о том, что химиотерапия, она значимо, конечно, снижает иммунитет наших пациентов, и они становятся уязвимыми для борьбы с коронавирусной инфекцией, более тяжелее переносит. А иммунотерапия пытается как-то реактивировать определенные истощенные клетки иммунные. Как повлияет сама инфекция на течение заболевания? Как может повлиять введение вакцины и лечение самой коронавирусной инфекции, пока не ясно. Потому что вот на данном слайде 4 анализа пациентов, онкологических пациентов, болевших COVID-19, разные данные. Мы видим, что 2 верхних анализа, где включавших около 500 человек, из них 40-50 человек получали иммунотерапию этих пациентов. А иммунотерапия значимо увеличивала вероятность госпитализации тяжелой формы и увеличила уровень летальности. Тогда как 2 других анализа говорят о том, что иммунотерапия не была связана с ухудшением течения инфекции. И рекомендация НТСН в настоящее время говорит о том, что вакцинацию онкологическим пациентам можно проводить. Единственное, нельзя проводить в день хирургического лечения, нельзя проводить между перерывами химиотерапию, когда у пациентов отмечается нейтропения, нельзя проводить пациентам со вслабленным умным ответом. Это у пациентов с РТПХ, реакция трансплантат против хозяина, с использованием ритоксимаба, теразинкиназных ингибиторов и у тяжелых гематологических пациентов. Как долго лечить наших пациентов? Конечно, этот вопрос дискутабельный до сих пор. А здесь данные исследования Checkmate 153 у пациентов немелкоклеточным раком легкого, которым проводился неволумап в течение года, или неволумап длительно. Было выявлено тогда, в 2017 году, что да, длительное назначение иммунотерапии, она значимо увеличивает безрецидивную общую выживаемость независимого от достигнутого ответа. Далее, в 2019 году были данные о том, что общая выживаемость сопоставима по различным подгруппам и нет подтверждения значимых различий. И вот недавно были данные о том, что длительная иммунотерапия, да, она увеличивает общую выживаемость, однако у пациентов с частичным или полным регрессом, у пациентов с тестабилизацией разница была не так, данные были сопоставимы. И вот комбинированная иммунотерапия неволумапа сапелумапа в терапии рака почки показывает, что у 50% пациентов по той или иной причине было прекращено введение иммунопрепаратов, однако мы видим, насколько длительные ответы неотличимы от тех пациентов, которые находятся на лечении, при этом частичный ответ сохраняется в 60% случаев, а длительность ответа медиана пока не достигнута. Также было исследование при меланоме, когда назначалось два цикла иммунотерапии, и у пациентов с эффектом продолжалась иммунотерапия в монорежиме, а при отсутствии эффекта добавлялось еще два цикла, но в этой когорте не было дополнительных эффектов и объективного ответа. А в целом в исследовании были хорошие результаты по безрецидивной выживаемости, по общей выживаемости, и при этом мы должны понимать, что 77% пациентов получили всего один или два цикла химиотерапии. Почему так получается? Наши иммунологи изучили этот вопрос и пришли к выводу, что иммунологический эффект достигается сразу после первого введения и не усиливается далее, а только сохраняется. В настоящее время проводится несколько исследований по изучению длительности лечения для того, чтобы решить клинические и финансовые вопросы иммунотерапии. И на нашем опыте мы лечили пациента с меланомой кожи, генерализованной формой, с метастазами в небе, на легких, в легких, в головном мозге. После проведения стереотоксической лучевой терапии на головной мозг пациенту было выполнено введение одного цикла неволумаба с эпилемумабом, и далее мы не смогли лечить, но эффект сохранился в течение 10 месяцев. Эффект притом развился сразу через 7-14 дней. Мы видим здесь полный регресс образования на небе, и отмечался частичный регресс других локализаций. Почему мы не смогли лечить? Конечно, это было связано с выраженной иммуноопосредованной токсичностью, как раз, которая подтверждает и тот вопрос о том, что эффективность коррелирует с токсичностью. В заключение хотелось бы сказать, что в реальной клинической практике очень много пациентов сопутствующей патологии с какими-то проблемами, но они также являются кандидатами для иммунотерапии под тщательным контролем лечащих врача и мультисциплинарной команды. Ковид вносит свои коррективы, мы от него никуда не денемся, и, конечно, в скором времени не будет препятствием к назначению иммунотерапии, и оптимальная длительность терапии пока продолжается, и она будет еще обсуждаться. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...